Эта птица не каждая долетит до середины Днепра, а вот радиоуправляемые модели участников чемпионата области по авиамоделизму среди школьников спланируют куда скажете. Именно запуск и пилотирование электрическими планерами стал одной из самых интересных программ соревнований. И сильный ветер здесь помехой не стал. Модели высоко уходили в небо за отведенные 20 секунд, когда можно использовать электромотор. И все. Потом без дополнительной тяги и исключительно за счет мастерства пилота. Задача как можно дольше продержать модель в воздухе. Ну а по окончанию контрольного времени плавно посадить в определенное место. Все очень хорошо прошло. Мне прям понравилось. Воздух хороший. Самолет летит настроен прям замечательно. Сел хорошо в малый круг. Лучше уже нельзя в данной категории. В нулях. Три секунды можно было бы еще продержаться, чтобы прям вообще ровненько выйти. Ну а вот три секундочки чуть-чуть не долетал. Легкость, с которой юные авиаторы управляют моделями, может ввести в заблуждение, что здесь все просто. На самом же деле пилоты очень напряжены во время полета. Нервы, как говорится, на пределе. Это вам не модель машинки, которую просто остановить на трассе. Или модель катера, что максимум плывет не в том направлении. Здесь потеря управления грозит многодневным заточением в мастерской. Если вы потеряли управление самолетом или не понимаете, куда он сейчас в данный момент летит, разориентировались, то это предполагает крах самолета. И дальше заново, месяц, два или три, заниматься вместо полетов, вместо удовольствия, которое получаешь во время полетов, снова заниматься строительством. Областные соревнования среди школьников прошли в двух возрастных группах. Они стали отборочными на первенство России в Перми. Ну а там не за горами и взрослый чемпионат мира. Так, на авиамундиале в Аргентине нижегородский пилот в составе сборной России показал 32-й результат. И это можно назвать успехом. Ведь ранее наши авиамоделисты не поднимались на чемпионатах мира выше 60-й строчки.